Признание армян, героин Жде, был жестоким террористом джулай 5, 2021, армянские источники публикуют данные о том, что Горегин Жде безжалостно устраивал массовую резню азербайджанского населения. Одна из самых известных среди армянства источников об их древней истории является книга Республика Армения Симона Вратсана, которая была опубликована в 1928 году в Париже. Учитывая то, что армяне по всему миру очень любят ссылаться именно на страницы из этой книги, мы предоставим нашим читателям отрывок из нее же. Как передает Эйз. Эйзи со ссылкой на Экса. Эйзи, страница 355 этой самой книги, автор рассказывает о героических заслугах Нжде. Под руководством Горегина Нжде, Дашнакские вооруженные подразделения очистили Зангизурский район практически от всех татаров и турков. В начале декабря ими было полностью уничтожено около сорока турецких деревень. Правительство Азербайджана дергало телеграммы и не получало ответы. Выходит так, в одной из самых популярных армянских источников армяне сами же черным по белому пишут о том, каким жестоким террористом был их герой Нжде и как он безжалостно устраивал массовую резню азербайджанского населения. А ведь действительно имеется огромное количество исторических фактов и доказательств того, что в 1918 году Нжде со своим небольшим бандитским отрядом грабил и убивал безоружных турецких сельчан, вырезал целые тюркские села в Карсе, Ани, Аджаклы, Каракилсе и за это был награжден орденом мужества Армении. Факт 1 в отношении Нжде следствие установило, в 1918 году Дашнакским правительством был послан в Зангизур для формирования националистических воинских частей. Являясь командующим вооруженными силами, а с 1921 года и премьер-министром Дашнакского правительства в Зангизуре вел бои против советской армии. По его приказу были расстреляны ряд коммунистов и красноармейцев и брошенные Статевской скалы в ложбину сотни красноармейцев, коммунистов, революционно настроенных рабочих и крестьян. В ходе этих событий, по некоторым данным, погибло около 12 тысяч солдат Красной армии. Факт 2, как говорил лично сам Нжде, я уничтожил 32 татарских сел. Факт 3 в 1947 году на следствие советского МГБ по делу Нжде один из свидетелей Арсен Хойландс показал, в 1920 году под руководством Нжде в Капанском районе было уничтожено около двух род русских красноармейцев из 83-й бригады Красной армии. Красноармейцы были убиты в Капанских рудниках, в районном центре Капана, в Арцванике и в районе Кармир-Кара, июль-август 1920 года. Вместе с этими красноармейцами были убиты мобилизованные Красной армией крестьяне Горисского района, которые доставляли продовольствие и боеприпасы частям Красной армии. В конце 1920 года и начале 1921 года в Татевском монастыре, где находился штаб Нжде, под руководством последнего были уничтожены путем расстрела и сбрасывания живым со скалы в ложбину более 400 красноармейцев русских, коммунистов и революционно настроенных крестьян и рабочих армян.